Несмотря на крепкий минус, на линии Сталина сегодня было жарко. Второй день подряд здесь шли бои Великой Отечественной. Чтобы передать дух военного времени, в музее под открытым небом реконструировали события прошлых лет. На импровизированном поле боя побывал Андрей Евдеев. Этот историко-культурный комплекс появился здесь 6 лет назад, но за это время его успели посетить более миллиона человек. Посмотреть на зрелищную реконструкцию военно-исторических событий, традиционно вместе с белорусами приезжают иностранцы, а некоторые в них даже участвуют. Несмотря на крепкий минус на улице, обстановку на линии Сталина, иначе как жарко, не назовешь. Повсюду сотни людей с оружием в мундирах военного времени. И хотя воюют они по разные стороны фронта, инструктаж для всех общий. Пять патронов сюда вставляется, в магазин. Вот так вот, один за одним. И пошел. На одну винтовку лимит 20 патронов, на пулемет 100. И подходить ближе 5 метров к мини запрещено. Но даже в военных правилах есть исключения. Мой брат воюет за Красную армию, я воюю за вермахт. И нормально себя чувствуете? Я в него не стреляю. Наличие медсестры обязательно не только на войне, но даже во время ее репетиции. Если помощь от холостых пуль кому-то вряд ли понадобится, то в случае переохлаждения это то, что доктор прописал. Я обязана выносить раненых, добивать раненых, если в этом есть необходимость. Но на самом деле, по истории, по ходу истории, мы спасали как и своих, так и противоборствующую сторону. Потому что мы в конце концов, Красный Крест, мы должны помогать всем. В след за залпами Великой Отечественной, когда в ожесточенном бою побеждают красноармейцы, на полигоне начинается новый бой. Многим зрителям он напомнил печальное прошлое в Афганистане. Бойцы спецназа освобождают захваченный душманами блокпост. Мы находимся между двумя такими событиями, между годовщиной вывода с Афганистана и в преддверии праздника Защитника Отечества. Потому мы на линии Сталина традиционно пять лет собираем товарищей, где показываем два эпизода основных. Для большинства боевых машин линия Сталина это конечная остановка. Но из двухсотной незастывших экспонатов некоторые даже движутся. Например, этот, восстановленный силами поисковых отрядов танк Т-44. Таких вездеходов в военное время было выпущено чуть более тысячи. Позволяет как бы немножко почувствовать, что все-таки было. Конечно, это полностью не передает всю ту обстановку. И дай бог, чтобы это никто из участников в дальнейшем не пережил. Но тем не менее, в общем-то, как бы позволяет окунуться в историю.